Здравствуйте! Сейчас я расскажу о том, как создавать и редактировать субтитры. Существует множество форматов записи субтитров. Одним из самых распространенных является формат SRT. Почему? Этот формат поддерживается большинством видеоплееров и программ для наложения субтитров. SRT файл не содержит никаких видеоданных и является простым текстовым файлом, который можно редактировать любым текстом-редактором, например, для перевода на другой язык. Видеоплеер, поддерживающий SRT формат, использует этот файл вместе с видеофайлом для отображения субтитров при воспроизведении. Вы можете скачать требуемый SRT файл из интернета или создать его самостоятельно. Для этого откройте Notepad, WordPad или другой текстовый редактор. Введите данные субтитров в соответствующем формате. Формат таков. Первой строкой следует порядковый номер субтитра. Второй строкой – время его появления и время его исчезновения с экрана. Время выражается в часах, минутах, секундах и миллисекундах. В третьей строке указывается сам текст субтитра. Завершает каждую запись пустая строка, которая служит разделителем со следующей записью. Сохраните получившийся файл в формате SRT в папку с видеофайлом. Для того, чтобы сохранить файл с расширением SRT, во время записи файла выберите тип файлов «Все». И убедитесь, что расширение стоит SRT. Если язык субтитров английский, то кодировку можно оставить «Анси». Если же язык русский, как в нашем случае, лучше выбрать UTF-8. Если файл с субтитрами и видеофайл находятся в одной папке и названия их совпадают, то некоторые плееры автоматически отобразят созданные вами субтитры при воспроизведении видео. Впрочем же плеерам требуется указывать вручную, какой именно файл требуется отобразить. На этом все. Наслаждайтесь результатами, успехов и всего вам хорошего.